Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью студента Гончарова и в ближайшие 20 минут мы будем говорить о вопросах миграции. Для этого к нам в студию мы пригласили начальника отдела по вопросам миграции, управления Министерством внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу. У нас в гостях Елена Умярова. Здравствуйте, Елена Александровна. Рада вас видеть в этой студии. Естественно, вопросов накопилось много по вашей теме, тем более сейчас, я думаю, в связи с наплывом, скажем так, людей, в том числе беженцев у нас и в нашем округе, в том числе и вообще по всему Подмосковью, Москве, у вас работа, наверное, увеличилась. Да, работы у нас хватает всегда. В настоящее время, как вы знаете, у нас новые субъекты Российской Федерации и лица, постоянно зарегистрированные на территории Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республик, вправе обратиться к нам за заявлением на получение паспорта гражданина Российской Федерации. Вот после объявления уже приходили к вам, уже прощались? Да, конечно. Много? Да, необходимо вместе с заявлением предоставить обязательную дактилоскопическую регистрацию, которую можно данную услугу получить в отделе по вопросу миграции на неделю на дом 11. И при наличии такого документа гражданин идет в миграционный пункт, как вы знаете, у нас на территории их 8, и подает заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. Уже с какого процента? Ну, я не скажу, человек приблизительно сколько, можно сказать? Ну, в день проходит дактилоскопическую регистрацию порядка 80-90 человек. В общем-то, очень немало, я бы сказала. Это лица именно этой категории. Да, я поняла. У нас еще есть и другие граждане. И другие, да, и другие, конечно. Ну, вообще, кстати говоря, мигрантов у нас, в принципе, достаточно много в Подмосковье. Ну, конечно, могу ответить за свой район. Здесь имеют место быть, конечно, 33 тысячи у нас постоянно и временно зарегистрированных иностранных граждан. Вот, имеют действующую регистрацию. Все проживают у нас в округе. Ну, а теперь, я думаю, что уже официально. Ну, конечно. Официальная регистрация, и, соответственно, а вот это нелегально. Я знаю прекрасно, что вы постоянно проводите и акции всевозможные, в том числе, вот нелегальный мигрант и так далее. Конечно, оперативно-профилактические мероприятия проводятся постоянно. Вы знаете, да, мы уже разговаривали на эту тему, что с 15 июля снято все ограничения на транспортное сообщение. Иностранным гражданам был предоставлен срок до 12 октября легализоваться на территории Российской Федерации. Все иностранные граждане, которые не урегулировали свой правовой статус, обязаны покинуть территорию России. Граждане, которые... Ну, вот. Если будут выявлены такие иностранные граждане, они будут подвергнуты административному наказанию в виде административного выдворения за пределы территории. И потом уже после этого, я думаю, что уже не попадут на территорию России. Или же все-таки будет возможность... Если будут нарушать закон, не попадут. Однозначно совершенно. Так. Ну, а что касается профилактических мероприятий, насколько часто они проводятся в нашем округе? Вот что касается по выявлению нелегальных граждан? Ну, такие оперативно-профилактические мероприятия... Вот у нас закончился, кстати, второй этап нелегал-2022. Были много выявлены иностранных граждан, которые были подвержены административному наказанию. Это прежде всего откуда? Ну, я имею в виду территориально. Ну, мы же... Нет, данное мероприятие проводилось по всей Московской области. Я отвечаю только за наш район. Нет, я понимаю, откуда вот они приехали к нам, скажем так, нелегальные мигранты. Это вот тоже из наших присоединенных территорий. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Молдова. То есть из разных. Из разных. География разная. Да, у нас очень много граждан иностранных, да. Ну, видимо, работали многие. Многие и... Ну, осуществлять трудовую деятельность иностранные граждане могут только при наличии патента. Только лишь граждане Украины могут работать без разрешения на работу, но при наличии прохождения обязательной дактилоскопической регистрации и подтверждающего документа. Для этого им нужно пройти медицинское освидетельствование, также обратиться к нам на неделю на 11, им выдадут документ, и с этим документом они могут осуществлять трудовую деятельность и находиться на территории России легально. Да, это действительно... Пройти-то, в общем-то, несложно всё. Нет, несложно. Главное прийти просто вовремя, не затягивать и не бояться. Да. В полиции не кусаются однозначно совершенно. Вы знаете, я хотела немножечко разнообразить наш разговор волонтёрством, потому что сейчас, ну, в такие вот непростые времена, да, занимаются все волонтёрством. Я знаю, что сотрудники полиции в том числе... Конечно. Вы как относитесь к этому? Я положительно отношусь к этому. Участвуете в каких-то акциях, может быть? Вот сейчас очень многие в управлении, также в нашем, я имею в виду управлении внутренних дел, по Одинцовскому городскому округу есть сотрудники, которые также бесплатно шьют всевозможные вещи самостоятельно и отправляют их на пункты сбора помощи. Ну, конечно, у нас тоже была акция. Мы собирали средства и отправляли, да. То есть каждый сотрудник. Да, каждый. Все по-разному, то есть участвуют, но всё равно поддерживают все. Я предлагаю посмотреть сюжет. У нас есть сюжет как раз о том, как, вот, работают, скажем так, работают волонтёры, да, в своё свободное от основной работы время. Смотрим и потом продолжаем наш разговор в студии. Балаклавы, шапки, толстовки, снуды и другие необходимые в полевых условиях вещи шьёт для российских бойцов подполковник полиции Наталья Аверченко. Днём на службе она борется с преступностью, а по вечерам дома вносит свой вклад в общее дело всей страны. Вечером приезжаешь домой, думаешь, господи, сил уже нету. Но потом где-то что-то щёлкает и думаешь, нет, надо. Вот, встаёшь и начинаешь кроить. Волонтёрское движение «Шьём для наших» образовалось в конце сентября и сегодня объединило сотни неравнодушных россиян. Наталья узнала о проекте через социальные сети и не смогла остаться в стране. Это вот большой чат, сообщество такое «Шьём для наших», сообщество по всей России получается оно. Очень много городов туда входит, где женщины не только шьют, но и вяжут. То есть они «Шьём для наших», «Вяжем для наших», потому что все они наши. Средства на закупку ткани и другие необходимые материалы собирают своими силами внутри групп и через организации, готовые оказывать благотворительную помощь. Не зря говорят «тыл фронту». Поэтому очень многие предприниматели, они откликнулись, они посчитали нужным, что на этом деньги не надо зарабатывать, а наоборот. И, соответственно, вот в Питере есть мужчина, он говорит, ну да, у меня маленькое производство, но я вот могу, вот получается, шнур вот он отдаёт нам по рублю. Вещи шьют преимущественно из флиса. Материал тёплый, а главное, быстро сохнет, что немаловажно в боевых условиях. Производство получается практически безотходным. Из остатков шьют носки, а совсем маленькими обрезками набивают подушки для солдат. К благотворительному творчеству подключились мама Натальи и дочь. У мамы всегда идейный человек была, то есть интересные инициативы – это как бы её конёк был. Поэтому, когда в какой-то момент она сказала, я начинаю шить для наших, мы с бабушкой абсолютно не удивились и только держали за неё кулачки. Ну, а потом уже и она нас тоже втянула, так сказать, в помощь. Готовое изделие Наталья аккуратно упаковывает, указывает размер и обязательно пишет слова благодарности и пожелания защитникам Отечества. А с недавних пор к посылкам с вещами прикладывает детские рисунки, которые малыши нарисовали для солдат. Дети их нарисовали, рисуночки, с самыми такими пожеланиями тёплыми, потому что читаешь, прям слеза наворачивается, чего греха таить. И, ну, соответственно, тоже так же мы отправляем, потому что, ну, вот, ребята радуются. То есть кто-то где-то у брони носит эти записки, письма, рисунки. На границе с Белогородской областью и линией боевых действий находится пункт по сбору вещей. Благотворительные грузы туда приходят со всей страны. Свои изделия для отправки вместе с другими мастерицами округа и соседних муниципалитетов собирает и Наталья. Вот на следующей неделе у нас идёт машина уже туда, и будем свозить в этот пункт, грубо говоря, все наши изделия, чтобы посмотреть объёмы. Ну и как, хватит нам одной, двух, трёх машин, а может быть и больше надо. Итак, мы посмотрели сюжет. Вот ваша сотрудница тоже, ну, управление у них дел, также вот отправляет свои поделки, скажем так, полезные поделки, пункты сбора помощи, и которые, я надеюсь, что эта помощь вся дойдёт до адресатов именно. Продолжая наш разговор, мне бы хотелось поговорить немножечко о миграции, не только в связи с присоединёнными территориями. Понятное дело, что работа действительно приправится, но у вас есть и каждодневная работа в любом случае. И обычные паспорта оформляют также граждане, и загранпаспорта. Вот на сегодняшний день, в связи, опять же, с последними событиями в России и в мире, насколько увеличилось или уменьшилось количество тех, кто хочет получить загранпаспорт? Конечно, количество увеличилось. Ведь чем больше у нас на территории зарегистрированных временно, либо постоянно граждан, все живые люди, все хотят отдыхать, все ждут своих отпусков. Поэтому увеличилось на 40% получение заграничных паспортов по сравнению с прошлым годом, и также и российских. А ведь наверняка ещё и в том числе, раз уж вы говорите, что увеличилось и загранпаспорта, получение и российских паспортов, российских, все вовремя приходят? Потому что, ну, как известно, необходимо менять паспорт в определённом возрасте каждому гражданину Российской Федерации. Все ли вовремя приходят? Нет ли опоздающих? Нет, конечно. К сожалению, не вовремя приходят. И также подвергаются административному взысканию, так сказать, наказанию. Но мы стараемся улучшить данную процедуру удобно, чтобы она была гражданом. Ведь они могут не только обратиться в миграционный пункт, который обслуживает территорию, где проживает гражданин, может обратиться в МФЦ, через портал государственных услуг. Кстати, никто не отменял экстерриториальный принцип. Гражданин, который зарегистрирован в другом субъекте Российской Федерации, он может обратиться в любой миграционный пункт. И всё быстренько так же. Сроки изменяются? Срок изготовления – пять дней. Пять дней. В любом случае. Даже если человек, соответственно, прописан в другом субъекте Российской Федерации, тоже пять дней. Для новых граждан, зарегистрированных в новых субъектах, срок изготовления паспорта – 10 дней. Ну, это немножечко корректировка такая небольшая. Но я думаю, что все остальные уже бывшие российские граждане и, соответственно, те, которые сейчас есть, то, естественно, в пять дней уложатся изменения все, получат новые паспорта. А что касается загранпаспортов, ещё хотела уточнить. Раз, вы говорите, тоже увеличилось количество. Сейчас, на сегодняшний день, оформляют паспорта и на пять, и на десять лет или нет? И на пять, и на десять. Да, и у нас на территории Одинцовского округа также принимается на десять лет через МФЦ. Как проще оформить, скажем так? Естественно, через портал государственных услуг. Во-первых, не забываем, что там госпошлина со скидкой. И если так, госпошлина составляет пять тысяч, через портал госуслуг – три с половиной тысячи. А чувствуете разницу? Особенно, когда это семья. Конечно, да, и когда нужно одновременно всем. Так, это большой бонус, я бы сказала. И, кроме всего прочего, я так понимаю, быстрее всё это получается? Конечно, быстрее. Через портал госуслуг нам поступают уже заявления сразу же, незамедлительно они обрабатываются, отправляются на согласование, только потом приглашается гражданин, приходит, фотографируется, и в течение 30 дней у него имеется загранпаспорт. Гражданин Российской Федерации. Прекрасная новость, я бы сказала. Что касается вот на сегодняшний день, что более актуально, больше востребовано, скажем так, у жителей нашего округа – это пятилетние или десятилетние загранпаспорта получения? Ну, для деток делают пятилетние паспорта, потому что… Традиционно. Да, традиционно. А взрослые стараются делать биометрический паспорт. Чтобы на подольше хватило. Десять лет. По крайней мере, не собирать вновь все справки, необходимый пакет документов и не оформлять… Да, нужно иметь при себе, когда вы приходите фотографироваться, свой заграничный паспорт, если он был в наличии, и действующий паспорт гражданина Российской Федерации. Если паспорт, загранпаспорт, бывший уже просрочен, ну, я имею в виду, закончилось, пакет документов тот же самый или нет? Тот же самый. У гражданина должны быть сведения о предыдущем паспорте. То есть он должен все равно предоставить его в любом случае? Ну, сведения о нем мы все равно узнаем. В любом случае, да, они у вас сохраняются автоматически, все в едином вашем реестре, однозначно совершенно. Необходимы ли все, опять же, документы, если говорить об этом, документы полностью, то есть с места работы, все… Нет, гражданин указывает это все в заявлении. Трудовая деятельность указывается за последние 10 лет. То есть обычное заявление по стандарту по единому, который был и 10, и 15, и 20 лет назад. Все так же остается, да, только трудовую книжку уже граждане не предоставляют. Данную информацию проверяем мы. На это у нас есть 30 дней. Все в электронном виде, я бы сказала, и быстро достаточно происходит. Что касается фотографий, опять же, для нас… Фотографии на 5 лет гражданин приносит с собой, а если мы фотографируемся на паспорт с биометрическими данными, мы фотографируем гражданина. Самостоятельно. Так точно. Понятно. А фотографию в данном случае человеку не нужно приносить. Вообще никакую. И заявление тоже. Нет. Все упрощено. Да, все упрощено. Когда посылает через портал государственных услуг гражданин, он просто делает скан фотографии, и в анкете… В личное дело. В личное дело, да, и она появляется. Ну, все очень быстро. Сейчас в связи с электронными вот этими услугами, всеми государственными, порталом госуслуг, и, естественно, упрощается вся, получение всех справок, всех документов, все легко и просто. Хотела спросить, в вашей службе есть ли какие-то сложности на сегодняшний день, и с чем они прежде всего связаны? Сложности, наверное, будут всегда. Очень хотелось, чтобы мы вот с вами говорили бы о иностранных гражданах. Мы их постоянно предупреждаем о недопустимости нарушения законодательства. Но также хотелось бы, чтобы и гражданин Российской Федерации следил за своими правами и обязанностями и выполнял их. Хотелось бы отметить, что в настоящее время очень много иностранных граждан к нам обращаются за помощью. Им предоставляют жилое помещение, гражданин России, собственник, но регистрировать по данному жилому помещению он не хочет. Не хочет регистрировать. Хочется предупредить, что это административное правонарушение. И там наказание административный штраф. Гражданин России, предоставивший жилое помещение для проживания иностранного гражданина, обязан в течение семи дней уведомить отдел по вопросу миграции о том, что у него проживает иностранный гражданин и на какой срок. И сломать главное, чтобы еще, кроме всего прочего, не было резиновых квартир, так называемых. За этим-то уж мы точно проследим. Так что не нужно этого делать, уважаемые граждане. Все-таки лучше сразу в отдел полиции обратить, в отдел миграции предоставить все сведения. Да, также они могут подать все в электронном виде. Регистрация временного пребывания можно подать через портал государственных услуг. Оно также в электронном виде приходит на электронную почту гражданин. Будем надеяться, что так и будет. Все будут бдительны, наши граждане. И будут идеальны, я бы сказала, у нас отдел миграции. Все будут приходить и выдавать. Хотелось бы. Хотелось бы. Будем надеяться на это. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напомню нашим интересителям, что сегодня мы говорили о вопросах миграции и говорили с начальником отдела по вопросам миграции Одинцовского УВД Еленой Умяровой. Спасибо вам большое, Елена Александровна. Приходите к нам еще. До свидания. До свидания. Продолжение следует...